Здравствуйте! Это программа «Лицом к лицу» и я ведущая Христина Стэть. 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась с текстом так называемой формулы Штайнмайера. Согласно ей, особый статус будет предоставлен ныне оккупированной территории Донбасса со строгими условиями в соответствии с Минскими соглашениями. Формула вызывает много вопросов и механизм ее реализации не совсем понятен. На что же согласился президент Зеленский, и с чем почти три года не соглашался президент Порошенко. Мы выигрываем или уже проиграли в этих вопросах, нам сегодня поможет разобраться аналитик фонда демократические инициативы имени Илька Кучерева Мария Золкина. Она гостья нашей студии. Мария, здравствуйте! Спасибо, что вы пришли. Ну вот, знаете, я не знаю, вам понятно, потому что многим непонятно. Кто-то говорит, этой формулы в принципе нет. Но господин Порошенко и журналисты подняли эти записи. Он еще в 16-м году вспоминал об этой формуле. Да, то есть она есть или ее нет. И в 16-м году говорили о том, что вот мы думаем о реализации этой формулы. Потом какое-то время прошло, они вообще ничего не говорили. И сейчас опять говорят, нет, но, знаете, в таком ключе, как будто это капитуляция и абсолютный проигрыш Украины. Ну, во-первых, следует сказать, что формула Штайнмайера не была чем-то исключительным и не была каким-то единственным выходом из тупика по выполнению Минских соглашений. Во-первых, был план Мореля, был план Штайнмайера, был план Садика, который совсем недавно появлялся. Еще даже был так называемый план Макрона. Правда, это вообще был самый таинственный вариант, который точно уже никто не понимал, не видел. Ну, то есть были просто разные попытки создать какую-то логику выполнения Минских соглашений. Потому что Минские соглашения подписали, и после этого каким образом их выполнять, не было понятно. Потому что, в принципе, логика выполнения Минских соглашений есть. Там более-менее большинство из пунктов, они между собой связаны. Ну, к примеру, сначала режим тишины, после этого отвод тяжелого вооружения, после этого обмен всех на всех, после этого начинается обсуждение, кстати, обсуждение только модальности проведения выборов, а не уже нужно было бы приступать к подготовке выборов. Но там было два момента, которые, скажем так, ну, один из них ключевой для Украины, которые вообще были подвешены во времени. И я понимаю, что это было не зря. Теперь Россия за это цепляется. В Минских соглашениях пункт о выводе всех незаконных, расформировании всех незаконных вооруженных формирований на оккупированных территориях и о выводе всех иностранных войск с территории Донбасса стоит просто отдельным столпом. Он не привязан ни к какому другому пункту, ни после чего-то, ни перед чем-то. И получалось так, что, ну, соответственно, никаких гарантий, что это должно произойти до политических пунктов, которые в ответственности Украины. Выборов, изменений в Конституции особого статуса. И поэтому Украина настаивала на том, что сначала мы должны выполнить все пункты по безопасности, в том числе демилитаризацию региона, и потом уже заниматься выборами Конституции особым статусом. А Россия настаивала на том, что не надо ждать никакой демилитаризации. Пожалуйста, приступайте сразу. Да, после режима тишины начинайте сразу заниматься подготовкой закона о выборах и так далее. И формула Штайнмайера, ее действительно не существовало вообще в природе, как отдельного документа. То, что нынешняя власть попыталась сбросить все на предшественников своих, является, честно говоря, манипуляцией. Потому что Украина обсуждала разные планы на переговорных площадках. Но она никогда не говорила о том, и нигде не ставила свой подпись, что именно формула Штайнмайера – это тот путь выполнения Минских соглашений, который нам подходит. Более того, в тех предложениях, которые Штайнмайер давал в 2015-м и обсуждались, которые в 2016-м году, там было немножко шире все, нежели сейчас. Вот мы дискуссию свели только к выборам и к запуску закона об особенном статусе в случае проведения этих выборов и признания их ОБСЕ. Потому что Штайнмайер все-таки предлагал объединять политические пункты и пункты по безопасности. Практически одновременно, можно сказать, проводить демилитаризацию и, с другой стороны, заниматься подготовкой выборов, чтобы можно было не терять время. Этот путь тоже был для Украины опасный. Потому что, опять-таки, какие гарантии, что Украина политическую часть выполнит, а security будет завершено до выборов, и там не останется никаких незаконных формирований, не останется российских войск, мы будем иметь контроль над границей. Поэтому все и оказалось снова в тупике тогда. А вот почему сейчас произошло вот это смещение акцентов? То, о чем вы сказали, что, по сути, формула Штайнмайера, да, это вот такое предложение 2015-2016 года, который тогда еще министр иностранных дел Германии, вероятно, он сказал, что по поводу предоставления особого статуса Донбасса уже после выборов, после того, как эти выборы признают ОБСЕ легитимными и так далее, и так далее. Но это уже, наверное, знаете, вот в этой конве уже какой-то пункт шестой. А до этого, наверное, это говорили про выведение войск, прекращение огня, демилитаризацию, обмен и так далее, и так далее. То есть и сейчас происходит, знаете, вырывание из контекста. И почему в информационном пространстве Украины, почему в нашем дискурсе мы вот только об этом и говорим, о выборах, о выборах, о выборах. Очевидно, это кому-то выгодно, это, возможно, выгодно Российской Федерации, потому что некоторые эксперты говорят о том, что информационное пространство это все запускается, потому что господину Зеленскому как президенту сейчас очень тяжело. Раздувается это все вокруг формулы Штайнмайера. У нас уже было вече, да, более 10 тысяч людей вот этими выходными, которые говорят, нет капитуляции. И, по сути, это выгодно только Российской Федерации, чтобы опять, ну, съехать с этой темы. Россия решила сыграть на желании Владимира Зеленского и его команды сдвинуть переговоры с мертвой точки. Вот этот энтузиазм, который Зеленский показывал, демонстрировал с самого начала, что мы сдвинем процесс, мы начнем переговоры, мы сможем чего-то добиться, надо вести переговоры, надо встречаться на наивысшем уровне в нормандской четверке. Россия просто поймала его как бы на вот этот политический крючок, да, и выдвинула, впервые, кстати, за все пять лет войны, она выдвинула условия для проведения нормандской встречи. До этого, когда было понятно, что сторонам нечем договариваться, встречи не происходило с 2016 года больше. Было понятно, что Россия свои требования не уменьшает, Украина идти на эти болезненные уступки России не готова, и встреч не было. Сейчас получается так, что Россия требования свои не уменьшила, и все заявления Российской Федерации, которые мы видим, даже по отводу войск, которая, ну, как бы, казалось бы, может нести даже гуманитарную какую-то ценность в определенных, не во всех, но на определенных участках, даже тут Россия снимает с себя ответственность, и Песков вчера заявляет, что, ой, извините, мы не можем контролировать боевиков, поэтому никаких гарантий Россия по отведению вооружения давать не будет. То есть получается, что Россия выдвинула впервые Украине условия, что вы должны провести разведение войск в трех основных участках, станице Золотое и Петровское, и проводите его потом дальше, потому что план разведения уже существует у Минобороны Украины. И при этом обязательно согласиться на формулу Штайнмайера. Почему Россия сделала ставку именно на формулу Штайнмайера, а не на любой другой план? Например, был план Сайдика, и, допустим, в нем больше было сдержек и противовесов, чем в плане Штайнмайера, потому что там предлагалось задействовать украинский парламент, например, как институцию, которая будет принимать участие в решении, голосовать, грубо говоря, зато подходит Украине в путь к миру, который на нормандской четверке или где-то еще будет согласован, или не подходит. А Россия схватилась за формулу Штайнмайера, причем усузила ее только до вопроса выборов. И сейчас основная ловушка для Украины состоит в том, что, с одной стороны, Владимир Зеленский, украинский МИД, настаивает, что у нас есть красные линии по безопасности, мы на выборы без выведения войск, без контроля над границей, без разоружения, без демилитаризации оккупированных районов не согласимся. Но у меня возникает вопрос, каким образом, с помощью каких инструментов мы будем этого добиваться? И согласится Россия на это. Потому что дело даже не в согласии России. Во-первых, Россия сейчас себя опять позиционирует еще более рьяно, чем до этого, как посредник, да, и требует прямых переговоров с ЛНР и ДНР. Но самое главное, что Россия даже может сказать, мы будем этому способствовать, но этого мало, потому что разоружение, потому что возвращение контроля за границей, самое главное, выведение иностранных, то есть российских войск в территории Донбасса должно проходить под чьим-то контролем. И должно быть верифицировано кем-то, какой-то стороной. Понятно, что это не будет украинская сторона, да? А кто тогда? СММ ОБСЕ? У нее недостаточно мандата для этого, у нынешней миссии. Более того, даже если каким-то чудом они на себя эту роль возьмут, они сейчас не могут передвигаться по территории оккупированного Донбасса. Они доезжают только туда, куда им разрешают ЛНР и ДНР. Если им говорят, дальше не едьте не стоит, их не пускают, они не едут разворачиваться. Они не имеют доступа ко всем участкам неконтролируемой границы с Российской Федерацией. То есть эта миссия полностью на оккупированной территории зависима от воли россиян и самопровозглашенной власти. Она не сможет провести верификацию. Если она не сможет провести эту верификацию, что мы получим? Мы получим формальное подтверждение, ну что, со стороны ЛНР и ДНР или со стороны СММ ОБСЕ, что якобы разоружение началось, или вот посмотрите, там 2000 единиц оружия сложено, будем считать, что все сдано, градов здесь не было, к примеру. Я утрирую, конечно, но показываю, что должно быть какое-то подтверждение, что это разоружение происходит и что инфильтрация этих территорий российскими войсками сейчас нивелируется, они выводятся обратно. Если этого не будет, мы не можем принимать результат и начинать готовиться к выборам. Более того, украинская сторона, мне кажется, играет в опасную очень игру, потому что, с одной стороны, может быть, мы действительно, мы, я имею в виду власть, хотя я не во власти, но украинская сторона на переговорах, может быть, мы просто пытаемся показать всему миру, что Украина готова даже о выборах говорить сейчас и как-то планировать это, но если не будет безопасности составляющей, значит, мы тогда завершаем переговоры и все оставляем в замороженном виде, как это есть сегодня. Может быть, а может быть и не так, потому что украинская сторона, во-первых, согласилась на вот эту вот формулу Штайнмайера. Это не нужный был маневр, если мы не хотим попадать вот в это болото политических распределений. Вот именно сейчас документы подписывать зачем было? Он, конечно, юридической силы не имеет, но и Минские соглашения тоже юридической силы не имеют, а на них основываются резолюции Совета Безопасности ООН, ПАСЭ, Евросоюза, санкции и так далее. Вы знаете, вот у меня такой еще вопрос. Как-то так произошло, что сейчас у некоторых людей такое мнение сложилось, как будто, вы знаете, а что-то изменилось. Ну что изменилось на самом деле? Есть страна-агрессор. Уже более пяти лет она выдвигает свои условия, ни на какие другие уступки она не идет. Что вдруг изменилось, что Путин будет согласен провести выборы на Донбассе на украинских условиях? Не будет. И тут ничего не изменилось, не будет он согласен. И если кто-то говорит о том, что Донбасс уже не нужен России, Россия, она хочет опять отдать Донбасс уже как бы в лоно Украины вот этот уничтоженный, разрушенный Донбасс. Но с другой стороны, эксперты в этой студии говорили о том, что тогда зачем Россия вот на той стороне оккупированных территорий построила новые контрольно-пропускные пункты? Опять же вопрос. И тут, знаете, возникает вопрос, кому все это выгодно и для чего все это происходит. А для того, чтобы, наверное, опять подорвать ситуацию внутри страны, да, еще послабить Украину, ослабить президента и без того слабого, потому что он неопытный. Или как вы считаете? И дело здесь не в прекращении войны и не в нормандском формате, а в том, чтобы опять сделать и подорвать Украину изнутри. Россия сейчас не изменила своих требований. Они такие же, как были 3-4 года назад. Но дело в том, что России на сегодняшний день выгодным будет любой из сценариев. Если Украина соглашается, идет на уступки ради мнимого мира, идет на уступки и без гарантии безопасности, приступает к принятию нового, зачем-то нового, не знаю зачем, закона про так называемый особенный статус Донбасса, это тоже еще одна ловушка, потому что, во-первых, откуда возникла эта идея у президента Зеленского, у нас есть закон, да, ну, скажем так, принимать закон, который будет ограничивать, а не наоборот, оккупированные территории, да, как административную единицу Украины. Я сомневаюсь, что выбран такой путь. То есть нынешний закон, он и без того дает столько преференций, что Украине, дай бог, с ними политически справится, потому что это мина замедленного действия, если на условиях такого особенного статуса Донбасс будет возвращен в Украину. Но президент говорит, у нас будет новый закон, что будет в этом законе, как он будет разрабатываться, это тоже непонятно. Во-первых, формула Штайнмайера, которую мы согласовали 1 октября, в ней еще есть один важный очень момент. До этого письма, которым была согласована эта формула, нигде не звучала идеи про отдельный закон для выборов на тех территориях. В Минских договоренностях говорится об обсуждении модальности, об обсуждении формата проведения этих выборов, но там и нигде больше не говорилось до 1 октября, что у нас должен быть принят в Верховной Раде отдельный закон для проведения именно этих выборов. И учитывая требования России, мы можем себе представить, что в этом законе от нас будут требовать принять специфические условия, отличные от нынешнего украинского избирательного законодательства для местных выборов. И в формуле Штайнмайера, если ее воспринимать как письмо Штайнмайера, потому что это была единственная, в принципе, бумага, где излагал свои мысли, свои предложения Штайнмайер, так в том письме, например, Штайнмайер предлагал, среди прочего, что не обязательно такие выборы на оккупированной территории должна проводить и организовать украинская центральная избирательная комиссия. Это может провести какой-то новый орган, временно созданная специальная избирательная комиссия, которая будет совместно сформирована украинской стороной и стороной, ЛНР, ДНР. То есть это уже не выборы по украинскому закону, как мы сейчас нас убеждают, да, потому что закон может быть разный и тоже будет украинским законом, если принят Верховные Рады. И получается, что Путину выгодно, если Украина пойдет на уступки и будет только формально возвращать себе Донбасс, да, то есть это будет разрыв этой бомбы экономически, политически, гуманитарно в середине Украины. А если не пойдет на это, то, скажем так, вот сейчас те протесты, которые идут, да, которые действительно подрывают доверие к власти, которые смуту вносят, это тоже выгодно, потому что это хорошая картинка для российской пропаганды. Смотрите, они помириться между собой не могут. Посмотрите, у них гражданский конфликт очередной назревает. Смотрите, бандеровцы, там, не знаю, голову подняли. То есть вот эти клише, да, эти клише снова как бы на пике будут. Ну, посмотрим. Встреча в нормандском формате, очевидно, что она состоится, но пока что нет конкретной даты, и министр Перестайка тоже говорит, что пока что есть несколько дат, но не озвучил, какие именно. Но я думаю, что да, знаете, самое опасное, это что сейчас в нашем дискурсе и в повестке дня, самый главный вопрос, почему-то мы говорим сейчас больше всего о выборах. Хотя, по сути, вот все, что могло бы передавать выборам, да, оно, по сути, еще не произошло, этого не случилось. Ну, спасибо вам за эти разъяснения. Я напомню, что гостью программы «Лицом к лицу» была аналитик фонда демократической инициативы имени Ильика Кучерева, Мария Золкина. Я, Христына, стоит с вами прощаюсь, но вы же оставайтесь с каналом ЮЭ-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова